И к этому событию выделили кучу денег 50% скидка 17 секунд рабочего времени Куда отправиться за новогодним настроением? В Тулу! Потому что Тула новогодняя столица 18-19 года Еще, конечно, здесь пряники, самовары И вообще в Туле весело, интересно и вкусно С вами Ольга Глаголева и канал Чемоданное настроение По чемоданам! Добраться до Тулы очень легко Либо по отличной трассе на автомобиле Всего лишь 2,5 часа где-то езды это занимает Либо можно на экспрессе Они достаточно часто ходят На нем я и приехала Вот он находится как раз за моей спиной И достаточно комфортно Тоже 2,5 часа И вы добираетесь и оказываетесь В общем-то в столице пряников и самоваров И, кстати, в Тулу можно приехать даже одним днем Утром приехать, а вечером уехать Потому что достаточно часто ходят экспрессы И первый музей, который создаст нам в Туле новогоднее настроение Это музей гармонии Деда Пилимона А почему это именно так? Пойдемте посмотрим Меня зовут Даня, я ваш экскурсовод А игра для нас супер Дальше замечательный музыкант Профессионал Николай Кузьмич Ну и давайте же с вами начнем Знакомство с историей гармонии С 1808 года Тулики, братья Шкулаевы Делали вот такие вот примитивные Гармошечки маленькие С 30-40-х годов 19-го века В Туле начинает разрастаться Гармонная производство У нас в городе насчитывалось Аж 15 гармонных фабрик Сделал известный саратовский мастер Эту гармонию Самая яркая черта всех саратовских гармоний И самая запоминающаяся Это звонкие клавишки Гусарный промышел таких гармоников у Ливных Был на 40 раз в 19-го веке Что делали их почти в каждом дворе У каждого гармониста был свой набор ливенских фигур Ну, например, такая-то была То есть борода Борода А наоборот Верно А если там так Собок Верно Ну, классическое То есть, в том виде, в котором мы начали начинали делать А звучит оно так На такую гармонию учатся дети в старших классах музыкальных школах В музыкальном училище и, соответственно, в консерватории Ну, классическая гармония будет звучать примерно так 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 Потому что и на женской ножке можно поносить И самовар жару растопить А в нашем музее сапоги-то и те играют Все, как в сказке скрипнула дверь Все мне ясно стало теперь Сколько лет ясно Гид-экскурсовод этого музея Дарья Скажи, пожалуйста, почему за новогодним настроением нужно приезжать именно в музей гармонии деда Филимона? А потому что мы это новогоднее настроение с сотрудниками нашего музея и создаем Приезжайте к нам, пожалуйста, мы попоем песню, потанцуем и просто повеселимся Спасибо, спасибо, Дашечка Я этот музей очень-очень рекомендую, друзья Я не ожидала Просто здесь, кроме того, что рассказывают интересную историю о создании гармонии Здесь действительно люди создают настроение для нас, для туристов Особенно в канун Нового года А за пищей телесной мы отправляемся в гриль-бар Дрова Здесь прекрасный интерьер Мы уже отобедали, я вам хочу сказать Очень хорошая кухня, красивые подачи И самое главное, 50% скидка С 12 до 3, причем каждый день И в выходные, и в будни Музыка 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 Да, Россия, Саш, Лепкан Почему же за новогодним настроением надо приезжать в Тулу именно? Да потому что у нас самый красивый город на планете Не то что в России У нас есть что показать У нас больше 50 музеев, в которых в каждом стоит уникальная елка У нас шикарная городская елка, очень красивая иллюминация Тулу же была новогодней столицей И к этому событию выделили кучу денег на украшения А теперь еще и дополнили Так у нас еще, ко всему прочему, ничего не закрыто Везде ждут гостей Ограничений нет, поэтому нам обязательно нужно приезжать И подойдя, наведя камеру смартфона Увидеть, а чем же занимается сейчас Санта Клаус Который зачем-то оказался в Туле Ух ты! Да, вот он собирает подарки Здесь читают письма Видите, смотрят, что же вы у него прекрасны А Дед Мороз-то живет в Туле, оказывается? Наше свое особенное оружие Дед Мороз Сейчас покажу вам, как он приземляется в Туле Сейчас прям приземлиться Оп, оп, ой, смотрите, вылез из камина Вот как он впадает в Тулу Он просто вот из камина, из трубы этого дома Он вылезает и попал он в Тулу Ну, труба где-то, там где-то есть Да, и сразу, да Прямо рядом с Белым домом он приземлился, молодец За вот этим местом находился колбасный заводик Весь цикл колбасного производства был там, начинает, просят, заканчивая уже продукции И один поросенок реально сбегает с этого колбасного завода Бегает здесь по Туле, шороху наводит Пока его, таки жизненный путь, не был закончен как раз там И закончил его жизненный путь наш городовой Представьте себе городового, стоящего там на углу В ногах у него лежит убиенный нынче уже теперь этот поросенок И появилась эта фотография, начало 20 века И в Туле сразу появилось выражение Будешь пить, будешь валяться как свинья на пьяном углу То есть вот там Не скажу, что так свинья на пицце, это наше выражение, но и валяться на пьяном углу точно совершенно наше Памятник прянику почему-то он не подсвечивается, хотя должен Ну, посмотрите зато вокруг, какая же красота Это просто вот как будто бы Как будто бы это какое-то волшебство происходит сейчас на наших глазах Я очень рада, что мы поехали в Тулу, друзья мои Я очень рекомендую просто вам обязательно сюда приехать Сейчас время 16.30 Лучше, конечно, вечером, чтобы увидеть вот эту всю красоту Саша рассказывает сейчас, откуда пошли елочные игрушки Из города Лауш, Германия, где всегда было очень много стеклодумов Так вот, украшали елочки вот этими фруктами красивыми Я думаю, что у мастера просто не было заказов И он думает, а что бы мне не выйдут Вместо лимона, стеклянный сделать лимон, да раз красить, это же легко Вместо яблока, яблочко выйдут И вот приходят его детки, а на елочке А немцы, германцы, кстати, всегда украшали елками свои дома На елочке уже висят эти фрукты, но стеклянные Естественно, другие стеклодумы из Лауша посмотрели на него Стали повторять А потом императрица Александра Федоровна, супруга Николая Второго Она же из Пруссии была А там елки украшали Привезла эту историю к нам И у нас тоже начали елки украшать Это онлайн дверь Станция метро Тульская Москва, привет! Москва, хей! А бывают случаи, когда отзываются, Саш? Да-да-да, причем есть те, кто специально приходят И, знаешь, бывает часто, что вообще ребята, молодежь, прям общаются На этом Урале вся история Тульского Кремля Смотрите, в лицах, в картинках красивых Ну, считай, как комикс Здесь и филиал музея Куликова Поля Вот в этом музейном квартале И филиал исторического музея Недавно этот квартал отстроен Восстановлены старинные здания, которые отреставрировали И вот Александра сказала, что очень тут интересны все экспозиции Слушайте, ребят, ну как в Европе, ну реально, как же мне нравится Но завершаем мы сегодня нашу приятную предновогоднюю прогулку Музея чаепития Это новый музей, который от Музея международного пряника Я полностью повторю процесс изготовления пряник Говорила ли вам Саша, сколько времени тратит мастерица на формовку 150-граммового пряника? С какой скоростью она работает на фабрике? Нет 17 секунд рабочего времени, быстро, стой работает И для того, чтобы мастерице начать изготавливать пряник Необходимо деревянную форму пряницу Она одну для себя выбирает на смену Хорошо смазать маслом Готовы деревянные формы пряницы к работе Второй секрет Тесто, тугое-притугое Похожее на пластилин, на глину Дальше мастерице нужно пряник сделать красивым От центра, к краю Впечатывает она каждый сантиметр теста в форму Кто же пряничным делом раньше занимался? Мужчины или женщины? Мужчины Конечно же сильные мужчины Они вот такое тугое-притугое тесто Мясили вручную Время третьего секрета Сердце и душа любого печатного пряника Это начинка В лепном и вылезном прянике начинки издавна не было и не будет В печатном обязательно она будет внутри Повидло, тугое-притугое, сильно уваренное Чтобы начинку внутри сохранить Нужно положить начинки совсем немножечко Только в середине Запечатала я начинку и сделала коварную корочку тульского пряника В которой повидло не будет Это личная подпись мастерицы Знак того, что пряник сделан вручную На полке в магазинах Если есть полосочка едва заметная после вопрекания Мастерица вручную трудилась Высокое качество компонентов Готовы? Да, тут же там показ, как будут выбивать пряник из формы Та-да! Вот такие красавцы выходят из формы Слушайте, друзья, ну очень, вообще, очень круто Здесь очень интересно Девочки молодцы Это частный музей, они не филиал, а как второй музей от музея международного пряника И в музей международного пряника можно заказать мастер-класс по производству А здесь прям девочки показывают, как делать И можно так и заказать экскурсию Ну и, естественно, попить чай Попробовать горячего пряника Который прямо здесь Выпекается на ваших глазах Вот такая вот она, новогодняя Тула Веселая, вкусная и очень интересная А за мамой есть спину и, кстати, дом с привидениями Если вы думаете, что это пединститут, то глубоко заблуждаетесь Но это уже совсем другая история А с вами была я, Ольга Глаголева На канале Чемоданное настроение Скоро увидимся снова Пока Не знаю, боюсь Что там такого сказать, что мне там стыдно будет Офигенно вообще В лесу родилась елочка В лесу она росла Отчего, отчего, отчего гармонь поет От того, что кто-то любит гармониста